Доброго времени суток, уважаемые дамы и господа. Анализ матчей, где противостоят друг другу только топ-команды, решил предварить небольшим аудиообращением. Мною уже создано более двух десятков мини-фильмов, где я анализирую одну единственную игру команд российской премьер-лиги – «Сибирь-Зенит». Анализ этой игры довольно лоялен, ведь уровень команд российской премьер-лиги, впрочем, как и украинской, несколько ниже, нежели уровень игры топ-команд Европы. Сейчас же, когда под увеличительное стекло будет взята игра европейских суперкоманд, такой лояльности уже не будет. Назвался груздем – полезай в кузовок. Если ты позиционируешь себя как команду наивысшего уровня, то будь добр, отвечай за свои огрехи на футбольном поле. Сразу хочу сказать, что отмазки типа тех, что команда не может играть постоянно на одинаково высоком уровне, как и отдельные игроки, не принимаются. Они это обязаны делать. Или, может быть, им мало платят? Неужели меньше, чем вам, уважаемый зритель моего канала? Формула отношения к игре топ-команд Европы у меня проста. Какой запрос, такой и спрос. Если вы себя позиционируете как команда топ-уровня, то будьте добры, соответствуйте этому статусу в игре. Все это я веду к тому, что поблажек в комментариях к подобным играм у меня не будет. Знаю, что это очень многим не понравится. Но я, уважаемые дамы и господа, делаю эту работу не для того, чтобы лелеять слух тех или иных фанатов, тех или иных топ-команд. Я это делаю для того, чтобы синдром кумирства не развивался у молодых футболистов. Этой работой я хочу показать, что каждый из подрастающих футболистов может и, главное, должен превзойти уровень так называемых европейских звезд. Удачи вам, молодежь, в покорении футбольных вершин. Проект прежде всего создан для молодых футболистов и тренеров. А фанатам любых клубов, которые попадут в прицел этого проекта, сразу приношу извинения за критику их любимцев. Вот, собственно, и все, что хотел сказать.